Всем привет! NHL.com.ru в традиционном обзоре рассказывает об игре российских хоккеистов в пяти матчах среды. Защитник Сан-Хосе Николай Кныжов забил дебютный гол в НХЛ, ставший для Шаркс победным в матче с Миннесотой. В третьем периоде, через две минуты после гола Кирилла Капризова, 23-летний уроженец Кемерова точно бросил в дальний угол, отличившись впервые за 38 матчей в Он сделал счет 3-1 и обеспечил акулам комфортную концовку встречи. Для Капризова шайба стала 12-й в сезоне, и это лучший результат среди новичков, как и его 28 очков. Гол нападающий Миннесоты забил в фирменном стиле, покружил по чужой зоне и кистевым броском застал вратаря в расплав. Однако это все равно не спасло Уайлд от пятого подряд гостевого поражения. Иван Просветов стал 11-м российским вратарем, сыгравшим в НХЛ в этом сезоне, что стало новым отечественным рекордом. 22-летний москвич вошел в игру на седьмой минуте первого периода матча против Колорадо, когда Аризона уже проигрывала 1-4. Голкипер пропустил пять шайб, не сумев сдержать мощную атаку лови, но в ряде моментов смотрелся классно и после встречи заслужил похвалу от тренера Рика Токета. Нападающий Эвиланш Валерий Нечушкин отметился одной передачей и набрал 13-е очко за последние 15 матчей. Иван Проворов отличился во второй игре подряд, забив единственный гол Филадельфии в матче с Баффало. Но это не спасло Флайерс от разгромного поражения со счетом 1-6. У Сейборс закончилась серия поражений, растянувшаяся на 18 матчей, а Проворов стал лидером команды с пятью бросками. В передаче Ильи Михеева в меньшинстве помогла Торонто взять верх над Виннипегом и остаться на первой позиции с северного дивизиона. Пас стал для Ильи первым за 11 матчей, а всего в 36 играх чемпионата в его активе 11 очков. Подробнее об игре российских хоккеистов читайте в текстовом обзоре на НКЛ.Ком.ру. Если вы смотрите это на YouTube, ссылка в описании. Спасибо, что были с нами. Я Сергей Демидов. Увидимся!